Скажите, пожалуйста, в каком месте тела человека кости в основном соединены друг с другом и подвижны? В каких местах тела человека кости в основном соединены подвижны? Количество. Количество. Свободное понимание. Совершенно верно. Полуподвижно мы с вами говорили. Два варианта позвоночника и ребра. Неподвижно это сшивка костей черепа, сшивка костей таза. Вопрос. А в голове у вас где-нибудь подвижное соединение есть или нет? А челюсть есть? Во-первых, во-первых, сустав, нижний челюстной сустав, при помощи которого нижняя челюсть прикрепляется к черепам. Второе. В ушах маленькие. О, что вы знаете. Да, действительно. Значит, внутри среднего уха есть три маленькие слуховые косточки. Совершенно маленькие. Без них мы бы с вами ничего не слушали. Значит, у них действительно подвижное соединение. Согласны с вами? Хорошо. О, что еще? Да. Глаза язык. А где там стабы, по-моему? Язык века. Оля, у вас веков кости есть? Ну, над веками. Над веками. Вот глаза. Вот она, глазная орбита. Ну и что, она подвижна, связана с черепом? Нет. Нет, конечно, никаких суставов здесь нет. Да. Больше ничего нет. Есть. В носу. В носу, конечно, никаких суставов, ни одного. Скажите, пожалуйста, а вот голова на шее сидит неподвижно? А ног. Подвижно. Подвижно. Первый шейный позвонок, у него, кстати, есть свое имя собственное, это очень гордое имя, значит, как звали греческого титана, который держал небо на своих плечах, Атланта. Вот первый шейный позвонок носит имя Атланта. Он держит не небо, но он что держит? Атланта. Череп. Череп опирается как раз на Атланта. Ну, как говорится, это связь между черепом и Атлантом. Эта связь будет неподвижная, полуподвижная или все-таки подвижная? Полуподвижная. Подвижная. Значит, у черепа есть в том месте, как раз, где он соединяется с позвонком, два полуподвижного выступа, называются они будут затолочные мышечники, а на первом позвонке, как будто две ладошки, вот такие, две впадины, куда эти выступы входят, так? Это суставное соединение черепа с первым позвонком. Надо сказать, что благодаря этому суставу мы с вами можем делать только одно движение. Еще раз говорю, форма сочинения, как две ладошки. Мы можем только кивать. Первый позвонок обеспечивает подвижность в этом отношении. Но скажите, а мы еще можем вертеть головой? Да, а кто такой позвонок? Второй. Дело в том, что у первого позвонка две вот такие чаши. Если вот это у нас тело первого позвонка, мы с вами смотрим на позвоночник по лугому 45 градусов. Не в фаз. Какое положение называется в фаз? Вот я разверну к вам точный лицо. Вы меня видите в фаз. Если я стою к вам в профиле, а если я стою вот так? В полу-профиле. Вот этот полу-профиле называется под 45 градусов. Да? Итак, под 45 градусов, когда расположено тело, видно и его бок, и его передняя часть. Даже немножко заднего. Хорошо. Вот он на план. Вот здесь вот сверху на него опускается череп, основание черепа. Ниже второй позвонок. У него тоже своими эти страфии. Так вот, у второго позвонка есть вот такой выступ. По форме, как палец. И он торчит вверх сквозь кольцо отверстия. Так. А в большом позвоночном отверстии, в этом месте, вот такая небольшая луночка. Ну, это, кстати, зачем нужен вот этот выступ в этой страфе? Да. Чтобы держите голову. Да. Чтобы голова могла относительно этих первых двух позвонков вращаться. В результате крепление черепа к желудочнику у нас с вами достаточно подвижное. Да? Да. Почему у них только не было надлежащихся отравочек? Опа. Скажите, а что у вас со спинным мозгом в этом случае произошло? Можем исследовать. А что? Из этих исследований по оптическому морду идти. Я знаю, что у вас. Можем. Можем. Давайте я вас сейчас на те же часы сухого поверну. Как вы отнесетесь? Ну, не знаю. А, я знаю. А, я знаю. Вы коротко дернетесь и подсините. Значит, в чем дело? Вы понимаете, что внутри спинного мозга проходят проводящие пути, связывающие, допустим, головной мозг через нейроны спинного мозга со всеми мышцами, органами и так далее. Хорошо. Теперь вы взяли и повернули голову на 360 градусов. И вас проводящие пути завязали с узбом. Привет, регуляция. Ну, конечно, не помню. Не помню. Кожа бог с ней. Бог с ней с кожей. Уж то, что от повреждения кожи наш организм выдержит. А теперь, вот у вас длина сонных артерий, которые идут от... Длина участка сонных артерий, которые идут сквозь шею. Идут они от сердца, а точнее от дуги аорта, к черепу, несут кровь, насыщенный кислородом, в частности, для головного мозга. Отличный. Вы взяли череп, повернули на 360. Что с сонными артериями? Они порвутся. Порвутся. Почему? Не хватит длины, для того, чтобы вот такой вот полный завиток выразить. Они не пудрые. Нет, они очень пудрые. Но, ребята, всего есть предел. А. На три четверти, но не на целую. Действительно, из всех позвоночных, грасть на усов, самая подвижная шея. А. Соба может повернуть голову на 270 градусов. Это что значит? Это значит, повернуть ее совсем назад, а потом еще на 90 градусов. Так? И, по этому поводу, чертовски интересная история. Есть такие маленькие сопки, сопки-сплюшки. Но они совсем маленькие. Они не очень пугливые. Поэтому, если сплюшка где-нибудь сидит на пике, так, и вы потихонечку начинаете обходить ее по кругу. Так? То сплюшка отслеживает вас в глаза. Смотрит, завернет, смотрит. И поворачивает голову за вами, соответственно. Но дело в том, что повернув на 270, она дальше сделает обратное движение. Вот это обратное движение займет меньше одной десятой секунды. Ваши глаза успеют его займить темно? Нет, не успеют. Поэтому, если ходить вокруг сплюшки, вот так вот, круг за кругом... Ага, значит, она делает один, наоборот, второе, наоборот, третье. То есть, крутит головой, просто как колесо наносит. Ну, на самом деле, позвоночник это не умеет. Хорошо. Немножко вспомню с вами прошлый материал. Спасибо. Спасибо.